Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И в сегодняшнем видео разговор пойдет опять о моем красивом топе кжель. Посмотрите, как он изменился. Я хочу с вами поговорить сегодня об этом волшебном тамбурном шве, без которого, я как поняла, не могу не обойтись. Мы уже его использовали в проекте Ивушка, где я немножко разнообразила полотно этим тамбурным швом. И вот опять вчера уже хотела приступить вывязывать сеточку, то есть соединять верх изделия и низ. Я уже стала выкладывать мотивы. И вот как-то смотрю и не могу понять. Ну что-то не то, что-то как-то не так. И поняла, в чем дело. А дело в том, что мои красивейшие мотивы, квадраты, треугольники просто потерялись в сеточке. В сеточке и вот в этой кайме. То есть и сеточка, и край обвязки мотива был практически одинакового цвета. В ирландском кружеве, кто знает, девочки, кто занимается ирландским кружевом, те знают, как важно подобрать ниточки. И если вы вяжете изделие не однотонным, то очень важно, какой будет, какого цвета будет ваша сеточка. Ну, соответственно, ваши мотивы. Чтобы они не слились с сеточкой, нужно, конечно же, подобрать разный цвет. Или хотя бы на тон, меньше, больше. То есть в какую сторону, это зависит, конечно, от цвета всего изделия. Вот и я посмотрела и думаю, что-то у меня не так. И вот посмотрите, вот этот вот тамбурный шов, я нашла ниточки. И я прошлась, конечно же, уже в вязаном изделии тамбурным швом здесь. Но я поняла, что я буду обвязывать все остальные мотивы, прежде чем их соединить снизу. То есть соединить вверх и низ изделия. Я, конечно же, их сначала обвяжу. Посмотрите, какая получилась красота. То есть наш мотив не теряется. Вся его красота, вот вся ажурность выделяется вот этим вот тамбурным швом, ниточкой контрастного цвета. И эта ниточка гармонирует вот с этими веточками. А то получилось так, что веточки у нас как будто стали инородными. То есть вот голубое полотно, да, и какие-то синие пятна. Вот это мне не понравилось. И я вчера уловила этот момент и поняла, что нужно как-то что-то переделать. И на помощь пришел тамбурный шов. Но тамбурный шов, это не просто вот сделать соединительные петли. Посмотрите, как красиво выделена, ну то есть дуга, да, потом опять идет дуга. Это не прямые линии. А как это сделать? Сейчас перехвачусь, камера немножко прыгает. И посмотрите, что я придумала. Это обычный малярный скотч. Что я сделала? Вот вторая сторона, вы видите, она еще не доделана. То есть понадобится малярный скотч, понадобятся ножнички и фломастер. Сейчас покажу. Вот здесь вот он светится, малярный скотч. Вот так вот проводим линию. Это будет линия отреза. И все, у нас готовы две бретельки. Сейчас покажу, как это выглядит с другой стороны. И расскажу, что я буду делать дальше. Вот так вот моя колдунья выглядит с другой стороны. То есть я сразу вижу, что мне и как связать. Вот здесь тоже прорисовываю малярный скотч светится. Прорисовываю линию, по которой я потом отрежу это все. Сниму малярный скотч. И с другой стороны, там же липкая сторона, да, чтобы она не была липкой, я приклею еще малярный скотч. Поверх этой липкой стороны. И у меня получится вот такая лента, с которой я буду потом работать. Я буду набирать воздушные петли. Наверное, вот с этой стороны, потому что ожог пойдет в эту сторону. И у меня сразу уже есть заданное расстояние. То есть мне не нужно будет вязать на манекене. На манекене вязать не очень удобно. Сеточку, конечно, удобно вязать, а вот связать вот такую ленту столбиками, там, кружевом, конечно же, это не очень удобно. Возможно, но это будет долго. Поэтому я потом сниму малярный скотч. Он снимается легко. Вот с этой липкой стороны приклею еще один малярный скотч, отрежу в нужных местах и начну набирать петли по уже заданному расстоянию. И я уже точно знаю, как будет лежать эта бретелька, что она нигде не топорщится. У нее заданный наклон, нужный мне. И по этому шаблону, по этой заготовке из малярного скотча, я буду вязать ажурную ленту. То есть, вот такую вот кайму. И это облегчит мне труд. Так что, если вам эта идея понравилась, покупаем малярный скотч и работаем. И, конечно же, вам понадобится манекен. Вот для чего нужен манекен. Для таких вот вещей. Чтобы, во-первых, моделировать. Во-вторых, я на манекене вяжу сеточку. Мне очень удобно. Мне не нужно делать выкройку. Я снимаю манекен с вот этой вот ноги. Там откручивается есть винт. Да, даже сейчас покажу. Вон он, этот винт. Ножка откручивается. И я манекен верчу в руках и вяжу сеточку. Получается очень-очень быстро. Вот когда я обвяжу манекен мотивами, я потом свяжу эти полоски. Почему потом, сейчас объясню. Сейчас поверну. Видите, как манекен... Ну, то есть, мне неудобно сюда присоединить мотивы. Расстояние, да? То есть, я не вяжу топ в облипку. Поэтому я опущу вот эту часть вниз. Когда она будет вот здесь, у меня все вот это сядет так, как нужно. У меня не будет вот этого зазора. И потом уже на вот этом уровне, я уже, кстати, опускала это. Все очень красиво получается. Я свяжу низ топа. А потом подниму вверх его на нужное место. И прикреплю вот эти вот бретельки. И все будет просто замечательно. Вот там вверху вы видите мое украшение, которое я обещала показать, когда демонстрировала вместе с туникой Ивушка, туникой-трансформером. И, конечно же, я благополучно забыла это сделать. Вот это украшение, которое может одеваться и на шею, и на руку, как браслет. Сейчас покажу, как это выглядит. Это просто... Это просто обычная полосочка. Веревочка. Вот она. Сейчас ножницы уберу. Я тут приготовила. Это вот малярный скотч. А это вот ниточки, которыми мы с вами сегодня покажу, как я делаю этот красивый тамбурный шов. Вот с такими вот поворотами. Вот. А это вот это украшение. Видите? Обычная полосочка из воздушных петель с одной стороны обвязанная вытянутыми петлями. В несколько сложений ниточки. Здесь вот есть два вида ниточек. Видите? И просто вот эти воздушные петли обвязаны с одной стороны вытянутыми петлями. И потом изредка пришиты бусины. Вот и все. А посмотрите, какая оригинальная штука получается. На конце я пришила бусину. И вот такую петельку, чтобы потом застегивать. Застегивается прямо на бусину. На вот эту. И изредка Изредка Так, это извиняюсь. Мусор хотела выбросить. Забыла. Вот. И изредка пришиты бусинки. Вот и все. Ссылку на как делать вот эти вытянутые петли я оставлю есть на канале. Кому понравилось, свяжите. Интересное, очень оригинальное и очень простое украшение. Ну, а сейчас я здесь налажу свою видеостудию. Поставлю опоры. И мы с вами свяжем вот этот красивый тамбурный шов, которым я буду обвязывать все мотивы, а потом соединять их сеточкой. И так начинаем обвязку. У меня ниточки ирис итальянский от Кутнор. Вот такого голубого цвета. Сейчас начну. Найду начало. крючочек у меня единица и будем обвязывать треугольный мотив. Конечно же все делаем по лицевой стороне. Я начну обвязку просто вот места поворотов, чтобы получился вот этот красивый поворот волной, да, не прямо, а волной. Если прямо свяжете у вас вы только подчеркнете будет некрасиво. И вот так вот в каждую петельку идем по краешку мотива по самому последнему ряду обвязки нашей идем идем соединительными петлями. Я говорю вот этот тамбурный шов он ну это просто как подарок какой-то это волшебство отделка отделка применение его в каких-то узорах но просто в коре меняет само полотно сам узор не пропускаем в каждые в каждую дырочку как говорится делаем соединительными петлями идем и не стягиваем вот дошли наш поворот вытянули петельку побольше и нам нужно пойти не вот сюда вот казалось бы вот он наш ряд последний мы должны вот так идти а спускаемся на ряд ниже то есть учимся рисовать крючком мы как бы сделали вот такой вот ну сошли с пути да и потом опять возвращаемся на нашу дорожку и идем дальше и вот во всех таких поворотах их будет несколько их будет много на вашем мотиве мы делаем такой маневр что называется сходим с пути сходим с нашей основной дороги сейчас запуталась ниточка сейчас поделочек развяжу то есть там где прямо идем по прямой где нужно сделать поворот спускаемся делаем стежок на ряд ниже таким образом мы делаем нашу линию не прямой а красивой то есть по узору это очень важный момент момент обвязки вот дошли до этого места сейчас по идее мы должны идти вот по этой бороздочке а мы спустимся вот сюда сделаем шаг не затягивая а теперь поднимаемся на нашу как говорится основную дорогу и по этой бороздке вот последний да идем соединительными столбиками или тамбурный шов момент вот этого где как бы дырка да я делаю вот такую большой стежок чтобы не стягивать и продолжаю свой путь вот так аккуратненько идем дальше идем дальше до следующего нашего поворота так вот уже приближаемся дошли делаем вытаскиваем спускаемся ниже и поднимаемся опять наверх сейчас посмотрим что у нас получается потому что в зависимости от того как вы красиво обвяжете будет зависеть красота вашего изделия ну вот давайте посмотрим видите это конечно же еще разгладится и у нас получается за счет вот этого схода на ряд ниже получается вот такая красивая дорожка да здесь здесь то есть вот таким вот образом ну дальше нет смысла мне как бы объяснять я думаю что принцип понятен в местах поворота делаем вот такой интересный маневр то есть спускаемся на ряд стежок делаем на ряд ниже ну вот мои хорошие думаю что информация была полезна для вас мы научились обвязывать красиво наши мотивы мы научились можно сказать делать красивые украшения и мы научились вязать вернее делать шаблоны выкройки для наших бретелек топа к жель ну вот мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео надеюсь оно было для вас полезным интересным отдельно я благодарю всем кто поделится этим видео жду ваши комментарии посмотрите какая погода стоит сегодня опять пойдем гулять в лес дышать природа ожила а я с вами на этой красивой ноте прощаюсь до скорых встреч всех люблю с вами была Елена Ситникова пока 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 Продолжение следует...